Мы проводим вот этот молитвенный марафон в рамках Дней памяти жертв Холокоста. И, как и все добрые христиане, мы, конечно же, не можем не коснуться этой темы. И в прошлом году, во время первого марафона, который здесь, в здании нашей церкви, проходил, у нас была удивительная гостья, бывшая малолетняя узница концлагеря, Червякова Любовь Ефимовна. И, к сожалению, не все могли услышать свидетельство, которое она здесь говорила в нашей церкви. И поэтому я предлагаю вам, давайте мы посмотрим это свидетельство сейчас, еще раз. Давайте поприветствуем Любовь Ефимовна. Я прежде всего хочу сказать спасибо тем, кто меня пригласил сюда, и спасибо аудитории. Я нигде за долгие годы не встречала такую доброжелательную, такую внимательную к еврейской проблеме аудиторию. Спасибо. А сейчас я хочу немножко сказать о том, что я непосредственная жертва Холокоста. Я ребенком была, когда началась война, мне не было и трех лет. Я жила на Украине со своей семьей, и фашисты сразу вошли в наше село, где мы жили. Эвакуироваться семья не успела. Не успела потому, что мой отец был работником банка, а семья ждала его, чтобы вместе эвакуироваться. Но он сделал свое доброе дело, остался в районе и добровольцем ушел на фронт. И потому, не дождавшись отца, мой дедушка, бабушка, мама и нас двое маленьких детей двинулись на восток вместе со всеми, кто составил огромную колонну беженцев. Вы по фильмам, наверное, представляете. А я вживую слышала звуки мессеров, видела погибающих от бомбежки. Но это нас не остановило. Толпа двигалась и двигалась на восток. И вдруг движение остановили. Ворвались фашисты на мотоциклах с собаками и остановили толпу. Стали сразу сортировать всех. Евреев отдельно, остальных тоже отдельно. Евреев через несколько дней погнали в лагерь. Это был Печорский лагерь. На Украине, в Винницкой области, когда-то в том месте, в Печорском лагере, в котором я пребывала, был санаторий. Несколько тысяч евреев согнали в этот бывший санаторий. Без окон, без дверей, без полов. И загнали всю эту массу. И окружили колючей проволокой. Через некоторое время по проводу дали электричество. Ни еды, ни воды нам не давали. Люди убирали сотнями. Мы съели всю траву на территории концлагеря. Я помню вкус кашки. Я помню вкус подорожника и семена подорожника. Я помню вкус горький лопуха. И этого вскоре не стало. А пили мы из луж, которые набирались во время дождя. Вычерпывали воду, чем только могли. А когда не стало и этого, жизнь стала совсем невыносимой. Умирали уже не сотнями, а по нескольку сотен людей. И проблема стала заключаться в том, что пришел тиф. Вши ползали, можно сказать, отрядами. Завшивлены были головы, бороды мужчин. Одежда. Начался повально тиф. Людей выносили в кучу, не успевали захоронить. Однажды моя мама отправилась за колючую проволоку, вернее, к колючей проволоке, чтобы хоть что-то выпросить у селян. Кто-то принес початок кукурузы. Это была такая для мамы радость. Она несла этот початок кукурузы и готова была поделиться со всеми в бараке хоть по зернышку. Ну, полицай поймал ее, забрал початок, зерна оттуда раскрошил и растоптал на глазах у всех. А маму избили до такой степени, что клочья долго висели на спине и на всю жизнь остались черные пятна на ее спине. Там замучили моего дедушку, потому что его постоянно пытали. Его сын был коммунистом, его зять был коммунистом. Умерла там и бабушка. Умерли тети, дяди, которые были с нами там. Мы с мамой остались живы. И моя сестра. Это было чудо. Но беда пришла и ко мне, и сестре. И я уже умирала. Лежала опухшая и не могла двигаться. А мама ушла, чтобы найти еще что-нибудь, чтобы хоть пососать или травку какую-нибудь. А когда вернулась, меня не обнаружила. Я была мертва. Прошли санитары, забрали меня и выбросили в груду трупов. Когда мама пришла, меня нет. Ей сказали, что меня вынесли в груду трупов. Никакая мама не верит в то, что ее ребенок умер. Она побежала искать. Обессиленная, исхудавшая. Все эти трупы переворошила и нашла меня по туфельке, которая была на одной ноге. Она приволокла меня и некоторое время отхаживала. Ходить я, правда, не могла. Но она решила, во что бы то ни стало убежать. Несколько женщин с ней согласились и однажды ночью под покровом тьмы, под проводом колючим проползли. Я ходить не могла. Меня мама привязала к спине, сестричку за ручку взяла и вот так все проползли. В лохмотьях, босиком, на одной ноге у мамы была одна калоша без задника, на второй ноге была большая калоша, которая была привязана к ноге. Пробежали большой путь, прилегли отдохнуть хоть ненадолго, но, к сожалению, нас обнаружили полицаи. Они приставили свои обрезы, пистолеты к вискам женщин. Мы с сестрой орали, женщины их умоляли, но не внемлет полицай. И вдруг случилось божье чудо. Бог понял, что нас надо спасать. Один из полицаев глянул на маму и стал ее спрашивать, вы учительница? Да, сказала мама. Я вас узнал. Я учился в той школе, где вы когда-то работали. Вас любили дети, пацаны. Давайте их отпустим. Вот так мы и выжили благодаря маминому подвигу. И я сегодня, в этот день, склоняю голову перед памятью своей мамы. Я низко ей кланяюсь. И перед памятью тех, кто помогал и спасал еврейский народ в годы Холокоста. Я сегодня оделась специально в такую одежду, полосатую руку и прикрепила звезду в память о тех событиях. Я благодарна всем, кто сейчас отмечает с нами этот день, тем, кто помнит и не забывает. Спасибо, низкий поклон вам. Будьте счастливы. Никогда пусть не повторится то, что пережила я. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Принимаем участие вместе со множеством церквей в России сегодня. Показывают эти ролики сегодня. И не только в России, но этот марафон проходит по христианским церквам в разных странах, но в частности в России множество церквей сегодня проводят такое служение и молитву. И мы будем молиться сейчас вместе, помолимся, будем благословлять Израиль. И вы знаете, эта тема все равно важна. Важна почему? Потому что я когда вспоминаю свое детство, мы с Дианой вспоминали наше советское детство, вы знаете, я так рад, что атмосфера, в которой я рос, ну это вот 70-е, 80-е годы, это была атмосфера, когда для нас национальность была не важна. Вот я учился здесь в Екатеринбурге в двух школах, в наших классах учились и татары, и башкиры были, мардва была, русские были, украинцы были, евреи были, и мне все равно было, какая национальность у человека. Но я думаю, у многих так было, правда же? У нас было только добрый человек или недобрый, подлый человек или неподлый, вот это имело значение. И если человек добрый и человек неподлый, какая разница, какая у тебя национальность, да? Мы в этом выросли, и я честно вам скажу, несмотря на то, что было, ну, разное в детстве, но я так благодарен Богу за то, что вот в нас вложили вот такое хорошее понимание. Но потом, когда мы выросли, мы узнали, что далеко совершенно не так, не везде так, как я воспринимаю. И для многих вопрос национальный, очень болезненный вопрос. И мы, помню, тогда с Дианой погрузились в 90-е годы, у нас просто погрузились, мы читали книги и по то, что происходило во время Холокоста. Помню, мы тогда прочитали с ней черную книгу вообще о жертвах, об издевательствах. И там вот такие истории, которые эта женщина рассказывает, там множество всевозможных историй приведено. Мы читали о Януше Корчике, о других праведниках мира, которые ценой своей жизни спасали евреев, во время Холокоста. И на нас это произвело в то время колоссальное впечатление. И я до этого никогда не задумывавшись серьезно ни о национализме, ни о нацизме, ни о антисемитизме, я стал об этом задумываться. Потому что, слава Богу, в моем действии такие проблемы не возникали. Но я понял, что в мире-то они возникали. И мы были погружены. Если вы не читали, вам необходимо это изучить. Потому что, когда людей уничтожают только потому, что у них другой нос и там другая форма черепа, другая кровь, вот, за это их уничтожали. Но это, это что-то такое невообразимое, да? Вот. И на нас, вот, помню, в 90-е годы это произвело огромное впечатление. Вот. И с того времени мы решили, что наша церковь, она будет всегда молиться за Израиль, благословлять Израиль. С одной стороны, с одной стороны, потому, что Библия говорит, что молитесь о миру Иерусалиму. Библия говорит, что благословляющие народ Божий и потомков Авраама будут благословлены. То есть, Писание нас побуждает молиться за Израиль. С одной стороны. С другой стороны, Писание нас побуждает быть благодарным Израилю. Почему? Ну, потому что и Иисус, как Сын Человеческий, и все первые апостолы, кто они были по крови? Конечно, они были евреи. И пророки, и царь Давид. Все, о ком мы сегодня говорили, Давид там, и Аф, все точно так же были евреи. Поэтому это наши корни. И об этом апостол Павел пишет в послании к Римлянам. Поэтому мы должны быть чисто по-человечески благодарны им. И третья сторона еще есть. Третья сторона. Мы, как христиане, вообще призваны не только за евреев, а за всех. Но сегодня мы говорим про евреев. Заступаться за тех, кто за несчастных людей, за гонимых людей. Мы должны заступаться и молиться и благословлять. И поэтому давайте встанем сейчас и помолимся за Израиль, помолимся за то, чтобы в действительности никакой антисемитизм не поднимался в этом мире, нигде не поднимался. Будем молиться о мире Иерусалима, будем благословлять с вами Израиль, чтобы так впредь никогда подобное не повторилось во имя Иисуса Христа. Господь, мы склоняем головы перед Тобой. И мы, Боже, молимся благословения Израилю. Спасибо Тебе за наши корни. Спасибо Тебе, Боже, за царей, за пророков, за патриархов. Спасибо Тебе, Господи, за апостолов. И самое главное, спасибо Тебе за Сына Человеческого, за Иисуса Христа Назарея. Спасибо Тебе, Господь, за то, что из этого корня мы, к этому корню мы были привиты, Господь. И благодаря этому корню сегодня мы можем плодоносить. Благодарим Тебя, Господь, за священное Писание. Благодарим Тебя за Слово Божие, которое Ты дал нам через еврейский народ. Благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, Боже, благословение да будет Израилю. Мир Иерусалиму, Господь, благодать да пребудет во имя, во имя Иисуса Христа. Халлелуя, 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 Иисус. Слава Тебе, Иисус. Халлелуя, Господь. Жизнь, благодать да будет на Израиле. И мы молимся, Господь, благослови, чтобы никакой антисемитизм, антииудаизм не поднимался по имя Иисуса Христа, Господь. И чтобы в наших сердцах никаких горьких корней не было, никакой не было горькой закваски, никакого национализма, Господь. Чтобы всякий фашизм остался в прошлом, всякий нацизм достанется в прошлом, чтобы никогда подобного не было повторено по имя Иисуса Христа. Никогда концлагеря не были снова построены по имя Иисуса Христа. Благослови, Господь. Благослови, Господь, Израиль. Благослови, Боже. И дай нам сердце, Господь, сердце, которое любит, сердце, которое заступается, сердце, которое переживает, Боже. Во имя Иисуса Христа благословение, мир Израилю, благодать да пребудет. И каждый верующий да скажет Аминь. И давайте дадим славу Богу Абраама, Исаака и Якова. Аминь. Музыка. Иссаак. Субтитры сделал DimaTorzok